Импортозамещение уже не перспектива, а реальность. Причем из федерального запроса проекты уже перешли в стадию устойчивого развития. Растительное масло, мясо. Республика сама себя обеспечивает этими продуктами. Фермеры уже готовы запускать и глубокую переработку. Так что советский еще лозунг о пользе того, что произведено в родном краю, уже и не лозунг вовсе. Репортер республики Татьяна Молкова поехала на границу с Ульяновской областью посмотреть, как дела с импортозамещением. А оказалось, что развитие производства становится драйвером, локомотивом, если хотите, развитие не только отдельных деревень, а целых районов. Можно ли при помощи растительного масла отремонтировать школу? Словно солдаты, все как один своими желтыми фуражками равнения на солнце. Эти громадные подсолнухи – залог реализации грандиозных планов. В последнее время цены на масленичные культуры устраивают и выгоднее выращивать технические культуры. В этом году планируем собрать где-то порядка 18 центнеров с гитарой. В прошлом году чуть поменьше было, а цены в прошлом году хорошие были, до 60 рублей доходило. В этом году начальная цена пока ориентировочно 30 рублей. Покупка новой техники не только для сбора урожая. На страже всего района – соседняя Мордовия, Татарстан, Нижегорочина – в огне лесных пожаров. Спасатели с Чувашией выехали на помощь. На страже родной земли новая пожарная машина. Она способна защитить территорию района, тем более, что большая часть – национальный парк Чуваш в Армане. Боевой расчет 7 человек. Белые начинают и выигрывают. Именно такую партию разыграл российский шахматист Сергей Корякин против норвежца Магнусона Карлосона. Так и в Шамурше. Все как на доске. Сельский дом культуры, фонтан, благоустройство, шахматная доска. И все это по программе формирования комфортной городской среды. Пока здесь только видны контуры спортивной площадки. Через 10-12 дней эта территория станет полноценным спорт-объектом. Здесь будут беговые дорожки, площадки с резиновым покрытием. Днем физкультура у школьников, вечером спорт для жителей села. Проектная стоимость 8600. Вот туда входит площадка, ограждение, дорожка, скамейки. В ближайшей школе скоро появится новая столовая. Уже закупили оборудование, идет его монтаж. Повара ездили учиться, чтобы работать на этом. Шамуршинскую школу ремонтируют в два этапа. В прошлом году утеплили фасад и заменили окна. Сейчас меняют сантехнику, отопление, системы связи, делают внутреннюю отделку. Школа к новому учебному году. У нас запланировано обучение в две смены. Это новый корпус. А в старом корпусе идут работы. Мы должны сдать это в декабре. Но вот сегодня мы с вами посмотрим. Если все нормально будет, мы, наверное, в середине октября все это сдадим. Там работают где-то 6-7 бригад уже. Также в строительных лесах и первая школа в селе Шигердан. К старому зданию новый пристрой. Там и лифт, и спортзал. К первому сентября не успеют. Но уже в ноябре в этих коридорах должны зазвучать детские голоса. В этом году мы запустили программу комплексной модернизации образовательных учреждений, имеющих износ более 50%. Это и школы, и детские сады. И в этом году мы этой программой охватили 54 среднеобразовательные школы и 38 детских садов. На это направили на школы 1 миллиард 300 миллионов рублей, на детские сады 700 миллионов рублей. И вот на сегодняшний день мы видим, что это правильный путь. Видно, что школы полностью преображаются. Следующая точка на маршруте главы региона сегодня – деревня Бикшики. Здесь готовы к запуску нового цеха по глубокой переработке мяса. Пельмени, колбаса, тушенка в ассортименте на прилавках российских магазинов. Сделано в селе, в Чувашской глубинке. Это первый убойный цех, который организован на промышленной основе с учетом всех требований и экологической безопасности, и санитарных норм. Наша задача, конечно же, развивать технологии таким образом, чтобы все этапы товаропроводящей цепочки были оснащены соответствующими технологиями, современными, безопасными. Этот цех – реализация плана главы, озвученного в послании Госсовету Республики в сентябре 2020 года. Вместо сырья – готовая продукция на экспорт в соседние регионы. Сделано в Чувашии не просто завоевывает рынок, становится брендом. А это дорогого во всех смыслах стоит. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика Шамурша, Батырево.